В этом году случилось событие, которого жители Твери и Тверской области ждали несколько десятилетий. Своей двери впервые для прихожан распахнул восстановленный Спасо-Преображенский собор. Сегодня он возобновил работу, давно проводятся таинства, службы, но работа в ближайшее время по восстановлению продолжится, она продолжается и сейчас. Впереди также возведение колокольни. Сегодня мы подробно поговорим о возрождении, утерянной в 30-е годы 20 века святыни, которая вновь должна стать духовным центром Верхневолжья. В гостях у нас сегодня аспирант кафедры отечественной истории Тверского государственного университета Никита Козлов и ключарь Спасо-Преображенского собора отец Сергий Бутков. Добрый день. Наверное, это Никита к вам вопрос, да? Расскажите об истории нашего Тверского собора, откуда он у нас появился, что с ним случилось? Спасибо большое за вопрос. На самом деле он такой комплексный получается, поскольку мы здесь говорим не просто об архитектурном сооружении, а о том, как собор Святой Спас, как он вписывается в общий исторический контекст. И здесь на самом деле собор разделил все те тягости, сложности, с которыми столкнулся вообще народ России на протяжении веков. Можно сказать, откуда вообще пошел весь собор, значит, конец, период, конец 13 века, можете понять, какое время после монголо-татарского нашествия, постепенное восстановление русских княжеств, при том, что они находятся под Игом Орды. И вот возникает сначала молодое Тверское княжество в 1247 году, потом через пару десятилетий появляется епископская кафедра в Твери, и в 1285 году начинается как раз-таки сооружение собора Спаса-Преображенского. При известном нам князе, наиболее, наверное, известном широкой публике, как раз Михаиле Ярославовиче Тверском, позже причисленном к лику святых, лике благоверных, и при первом, как раз-таки, епископе, что немаловажно, Тверском, при Симеоне Тверском, который ранее был епископом Полоцким. Причем интересный момент, собор возводится в камне, это, по общепризнанному мнению, первый каменный собор, воздвигнутый после монголо-татарского нашествия, и как раз-таки характерно момент смещения центров политических, экономических и духовных центров русских земель, как раз-таки к молодым центрам Залезской Руси, Северо-Восточной Руси, таким как Москва в том числе и Тверь. И характерно, что Тверь возложила на себя в лице княжеской власти Михаила Ярославовича такую тяжелую задачу по сооружению самого собора и возведению. И, понимаете, нужно было найти зодчих, сами материалы, ресурсы, все это дорого, затратно, и в той политической обстановке было тяжело его воздвигнуть. Но, тем не менее, средства были найдены, и мы знаем, что строительство где-то порядка пяти лет продолжалось, но уже в 1287 году епископ Симеон уже мало священия провел по малому чину, и тем самым уже в соборе могли проводиться богослужения, и сам он через два года скончался, и после этого был погребен, как раз-таки он стал первым, кто в этом соборе будет погребен, чья мощь там находится, как святителя. Будущая моя Михаила Ярославовича тоже, там его мощи расположены. И в 1290 году уже по великому чину был освящен, и, собственно, с этого времени начинал работу. И, любопытно, с одной стороны, мы здесь говорим в общерусском контексте, общерусской истории, о том, что этот собор стал символом возрождения всей Руси. Первый был каменный храм после нашествия, такие серьезные ресурсы были потрачены, а с другой стороны, мы здесь говорим о той претензии, которую Тверь выдвигала, как молодой центр, новый политический центр, новый культурный центр, и в будущем сохраняла. И, если позволите, еще несколько слов, как дальше эти события развивались. Это не просто собор был построен, и дальше он существовал, функционировал без каких-то изменений. Вовсе нет. Вот как развивалась общеполитическая история Руси, России, те, собственно, события происходили с собором. Такие драматичные моменты борьбы тверских московских князей за власть, за первенство на земле. Характерно, что Иван Калита, московский князь, в свое время колокол увез как раз-таки. Такой символический акт, на самом деле, так же, как в будущем Иван Третий в 15 веке увезет из Новгорода вечевой колокол. Там, собственно, вечи Новгородской, это был символ Новгородской земли, а символ Тверской земли был как раз-таки сам этот собор. То есть, это борьба. Кто возобладает? Тверские князья, московские князья. Любопытно, что потом при внуке Михаила Тверского, тоже Михаиле Тверском, уже не Михаила Ярославича, Михаила Александровича, значит, купол собора, он получает золотое оформление. С тех пор он называется Спасом Золотоверхем, тоже, по сути, усиление претензий, возобновление тех самых претензий, которые предъявляла Тверская земля на главенство северо-восточной земли. Но тот собор, насколько я помню, тоже он пострадал, по-моему, то ли при пожаре, позже. Разумеется. Тот храм, который вот сейчас, вот каменный, это, по-моему, третье здание, да? Историки здесь во мне не спорят, но вот если здесь посмотреть вкратце совсем дальнейшую историю, вот этого первого самого собора, о котором мы говорим, который Спас Золотоверхем, который упоминается во множестве источников письменных, в хожении Афанасия Никитина в том же самом, он существует, считаем, до 17 века. А в 17 веке интересная ситуация происходит, знаете, 17 век это и смутное время, и вообще 17 век как бунтажный век известен, родные восстания, экономические кризисы, внешнеполитические серьезные события. И собор ветшает, вот этот самый первый, в смутное время и затем, ну, в течение всего 17 века. И тут любопытный момент, в 1634-35 годах он ремонтируется, но здесь историки, историки архитектуры, некая дискуссионная такая позиция, он был перестроен или он был просто отремонтирован. Но считается, все-таки отремонтирован, потому что, ну, всего лишь за два года такое колоссальное сооружение, вряд ли. Но он, да, действительно, в 17 веке тоже во второй половине пожар происходит, и, наконец, уже в 1689-96 годах он перестраивается уже вновь. Вот действительно перестраивается к 96 году, и мы уже говорим о формировании второго собора. Причем любопытно, что вот этот второй собор, который, ну, и сейчас был воздвигнут по его примеру, вот этого второго собора, он в известной степени следовал той традиции, которая вот использовалась при сооружении Успенского собора Московского Кремля. И если так вот даже человек со стороны, неискушенный какими-то такими искусствоведческими тонкостями, посмотрит на вот эти два сооружения, то увидит в них явно определенное сходство. И этим интересно, что здесь Тверская земля уже в фарватере московской политики, но уже на тот момент общероссийской политики следует, и тех стилей архитектурных, которые там были. В 30-е годы собор был разрушен, взорван. Да, он, если до революции постепенно улучшения производились, деревянная часовня пристраивалась в второй этаж, теплым храм стал из холодного в середине 19 века, после революции, конечно, изменилась ситуация, когда большевики пришли к власти, конечно, они представляли собой совершенно иную идеологическую силу, которую они отстаивали, ну, воистину, с религиозным упорством, с таким. Напоминаю, это программа «Тема дня». Мы продолжаем. Сегодня мы говорим о возрождении Тверской святыни Спаса Преображенского собора. Перед выходом на рекламу мы поговорили об истории этого уникального сооружения, а также о его судьбе. На протяжении почти 90 лет практически Верхневолжья было без Спаса Преображенского собора, но было все-таки принято решение его установить. Когда оно было принято и почему? Да, Никита совершенно правильно рассказал такую насыщенную трагичными и торжественными событиями историю соборов, которых было там три или четыре, как Никита сказал, по сведениям историков данные разнятся. Тем не менее, это действительно тот объект, который перенес на себе все тяготы и все радости тверичан и жителей Верхневолжья на протяжении многих столетий. И к 90-м годам выступили некоторые граждане с инициативой воссоздания этой Тверской святыни. Дело начиналось просто с инициативы, по которой целая операция была по переносу памятника Михаила Ивановича Калинина в пролетарский район. Мы с этим справились почти за два года, затем получили разрешение на археологические раскопки. Это тоже очень важный этап при начале строительства и воссоздания этой главной святыни. Были исследованы захоронения, которые на протяжении столетий осуществлялись на этом месте. Это и тверские князья, это и тверские епископы, архиепископы, главы тверской епархии. И, конечно же, затем в советские годы, когда была Великой Отечественной войны и краткая оккупация города Твери произошла, здесь немцы, не даст соврать Никита, захоранивали своих военных. Поэтому это место совершенно очевидно находится на костях многих поколений людей. И вот археологические раскопки фундаментов первых соборов были произведены. Многие артефакты найдены, которые сейчас частично выставлены в специальном зале, в путевом дворце. Можно посетить эту выставку. И затем было получено разрешение на строительство уже спустя многие-многие годы. В 2014 году был получен этот документ. И мы символически так в 2024 году совершили великое освещение. То есть, можно сказать, если убрать за скобки, вот этот подготовительный этап собрания средств, образовался общественный фонд, который начал аккумулировать средства и привлекать людей к воссозданию этой главной святыни. И вот с 2014 года началось полномерное воссоздание, которое тоже происходило этапами, конечно. Были люди, которые участвовали в этом богоугодном деле. Потом на какое-то время прекращалось финансирование. И вот, мало-помалу, все-таки на последнем этапе, благодаря нынешнему губернатору Игору Михайловичу Рудене, мы пришли к долгожданному событию, освещению собора, который совершил Святейший Патриарх Московский в Сяруси Кирилл этим летом. Как разрабатывался вообще проект? На какие документы опирались, прежде чем спроектировать храм, его ввести? Может быть, какие-то чертежи остались, фотографии, что использовали? Конечно, очень важно помнить о том, что этот объект не строился заново, а именно воссоздавался. Поэтому и многим критикам тоже каких-то архитектурных решений, тоже это будет полезно знать, что небольшие только нововведения были приняты при воссоздании этого собора, а в целом руководствовались обмерами, чертежами, фотографиями, которые сохранились с момента взрыва 1935 года. Все-таки промысел Божий действует даже в таких страшных событиях, и он не дал уйти в забвение на тот величественный собор, который на протяжении нескольких столетий был духовным центром Тверского княжества и Тверского государства. Тверского княжества, простите. И поэтому важной позицией в процессе строительства было понимание, что мы воссоздаем святыню в том виде, в котором она была взорвана в 1935 году. Но все-таки какие-то отличия от того с здания есть? Безусловно, конечно, один в один повторить на протяжении этого утраченного периода времени сложно. Поэтому, безусловно, он имеет какую-то свою особенность, но никаких таких вот ярких нововведений, что касается внешнего убранства, не было. Все было постарались воспроизвести в том виде, в котором он стоял на протяжении столетий. Конечно, внутреннее убранство уже является другим. Мы изготовили совершенно новый иконостас, потому что старый был утрачен вместе с теми иконами и утварью, частично, которая находилась в соборе. Частично эта утварь была распределена по храмам Тверской земли, которых было не так уж и много, конечно, в то время действующих. Но, тем не менее, частично находится по музеям нашего государства. В частности, в Тверском музее тоже хранятся реликвии. Это и патиры, и панагеи, и богослужебные книги, и иная богослужебная утварь, которая доподлинно принадлежала Тверскому преображенскому собору. А есть ли что вернулось туда уже или планируется вернуть? Самое главное событие, которое тоже произошло за месяц до освящения собора, это было перенесение исторической раки с частью мощей святого благоверного великого князя Михаила Тверского на свое родное место. Мы знаем, что по историческим свидетельствам, что Михаил Ярославич был похоронен в соборе, который сам был участником строительства которого, тот первый собор еще. И мощи сами по себе, к сожалению, в своей полноте были утрачены после советского вмешательства. И неизвестно, где они до сих пор. То ли это влияние оккупации немцев, то ли это просто утерянные эти мощи были. То есть нету свидетельств, может быть, Богу содействующую, когда-нибудь Господь явит и эту святыню верующим для поклонения. Но тем не менее, самым главным событием было перенесение исторической раки с мощами князя. И вот покровитель Тверской земли вернулся домой, как сказал ладыко, в слове по возвращению от великой святыни. А что, может, с исторической точки зрения сказать, да, вот есть какие-то гипотезы по тому, где все-таки находится мощи Михаила Ярославича? Ну, честно говоря, если вдаваться в исторический контекст, еще до революции любопытный момент, что мощи в подвальном помещении хранились, и в середине XIX века, когда проводилось отопление, и храм, собор был холодным и стал теплым, как гласит церковная терминология, уже тогда они перемещались, и это не совсем было отслежено, куда именно они переместились. Причем там были захоронены не только Михаил Ярославич Тверской, не только святитель Симеон, но и многие другие духовные лица Тверской земли, и многие другие князья из Тверской ветви, Рюриковичей, и, в принципе, вот их судьба была утеряна. Но считается, что часть возвращается, вернулась мощей, но большая часть всего этого не сохранилась. Утварь, как верно было замечено в Тверском государственном объединенном музее, и, но, опять же, какая часть там содержится от той утварь, которая изначально была до революции в этом соборе, сложно сказать, на самом деле. То есть, я бы здесь сказал, что мы говорим о возрождении собора не в том смысле материального возрождения, а вот именно духовного возрождения, то, что это новое здание, может быть, с утварью тоже, новый, с интерьерами, с экстерьерами, но исторически оно преемствует тому храму, который был до этого. Угу. Если все-таки сравнивать вот тот собор, да, который был взорван и сейчас, вот с исторической точки зрения, вот какие вот у них отличия? Ну, с исторической, с историкой и архитектурной. Опять же, вопрос, с каким собором? С тем самым первым, который... Который был взорван. Который был взорван. В принципе, здесь уже сказали, что по возможности постарались воссоздать тот облик, который был. Это, если уходить здесь в терминологии, это одноглавый собор, четырехстолбный и трехпрестольный. Чего не хватает на сегодняшний день? Это колокольни, которая была, но... Ну, о ней мы чуть попозже скажем о колокольни. Да, скажем. А так, в принципе, воссоздание, да. Стоит еще, наверное, сказать, что, конечно, были использованы современные технологии уже при строительстве. И, конечно, есть замечательная архитектурная подсветка внешняя на соборе, соответственно, все инженерные коммуникации. Как раз-таки те амосовские печи, которые располагались в подвальной части собора... Их, кстати, при раскопках нашли тогда. Да, которые были изготовлены и применены в XIX веке, они позволили собору иметь цокольный этаж в современном исполнении. Потому что иначе археология бы не позволила углубляться вниз, и, соответственно, мы бы потеряли еще одно очень общественно значимое пространство. А так, собор тоже является отличием от того собора, который был, имеет нижний этаж, в котором планируется проводиться мероприятия просветительские, миссионерские. И, ну, мы, наверное, еще об этом скажем, о наших планах на общественную и социально значимую жизнь. А сейчас логично сказать, да, какие работы уже закончены, какие работы идут и какие, то есть, планируются. Сейчас, насколько я знаю, кажется, что это внутренняя отделка, по-моему, была. Конечно, главный этап пройден. Много сил было положено на то, чтобы прийти ко дню великого освящения собора. Для этого основные моменты должны быть уже исполнены. Поэтому есть освященный престол, иконостас, собор. И сейчас происходит там устранение каких-то мелких недостатков, доработки. И, конечно же, мы в скором времени, богосодействующую, приступим к строительству колокольни. Еще одним важным этапом воссоздания этого собора будет являться роспись внутреннего убранства. Фрески? Да, фрески, роспись, уже подготовлены стены по правилам иконописи. Под роспись они были, эта идея была заложена изначально. А фрески планируется делать тоже, похожие на те, что были, или какие-то уже свои? Вообще, насколько Никита не даст соврать, полностью собор не был расписан никогда. Он был расписан в разные этапы времени, частями. Поэтому мы будем руководствоваться в росписи временем Андрея Рублева. И этот собор будет уподоблен, в принципе, Московскому Успенскому собору Московского Кремля. Еще также планируется возведение колокольни. Да, мы уже приступили планомерно к этому этапу. Уже разработан проект, опять же, по тем же чертежам. Это тоже будет не новодел, это будет воссоздание. И, конечно же, с иным уже внутренним содержанием, которое отвечает нашим современным задачам. Там будет трехэтажное помещение внутри колокольни, которые будут использоваться по назначению. Первый этаж как некое общественное пространство, куда мы будем приглашать молодежь, людей, чтобы они хоть через даже идею зайти и попить кофе, или там пообщаться со сверстниками, могли бы приобщаться и к исторической действительности этого места, и, конечно же, к духовной. И пусть это будет такой особый путь прихождения, вхождения в пространство церкви для тех, кто еще не перешагнул через ее порог. И, конечно же, будет воссоздан набор колоколов. Мы сейчас плотно взаимодействуем со специалистами по колокольному звону, и они рассказывают такой факт, что при каждом переливе колоколов в истории каждый благодетель или тот, кто занимается воссозданием, они добавляют в вес колоколов какое-то количество веса. И получается, что если колокольни или колокола переливались, то они постоянно растут. Поэтому мы тоже добавили немножко вес в исторический набор колоколов, он будет немножко увеличен, и будут еще куранты, часы. Надеюсь, будут жители радовать и призывать на молитву благолепным звоном. На сегодняшний день собор функционирует, то есть там происходят какие-либо таинства, проводятся службы церковные. Что можно сказать, что конкретно сегодня в соборе, какие таинства совершаете, и можно ли уже почитать, сколько пар обвенчали, сколько детишек покрестили, допустим. Что вы можете сказать за такие небольшие итоги. Он работает, напомню, что с января этого года впервые собор откроет свои двери для прихожан, там и рождественская служба была проведена. И вот за это время, знаете, сколько, 7 месяцев, много ли было таких вот событий? Да, довольно много уже произошло событий с момента открытия. Надо, наверное, сказать, что после такого достаточно длительного перерыва первое богослужение мы совершили 5 декабря прошлого года, в день памяти Михаила Тверского было торжественное богослужение, затем собор закрылся на доработки и на строительные работы, и затем уже с 1 января было принято решение открыть врата собора для посещения горожан и гостей Верхневолжья. Это, конечно, очень сильно воодушевило и клир, и прихожан Тверской земли, потому что это такое было духовное начало, потому что любой храм, когда строится, большой или маленький, рядом ставится или часовинка, или временный храм, в котором продолжаются богослужения. Так и мы тоже на протяжении всего строительства собора совершали молебны и особые молитвы в часовинке, которая находится у собора, которая была построена в память об убедении двух губернаторов здесь, на Тверской земле. И мы там совершали молитвы и тверским святым, и там находилась у нас святыня, которая сейчас перенесена уже в собор, реликвия Башмачок, святителя Спиридона, епископа Тремифунского, который особо почитается в нашем народе. Еще же покров Святой Богородицы тоже был, кажется, принесен из Покровского храма, в Покровской церкви. Есть у нас, да, такая реликвия, частицы покрова Святой Богородицы и мощи Акима Иоанна. Родители Святой Богородицы, они находятся сейчас у нас в соборе, а до того, как собор был воссоздан, они находились в епархиальном управлении и приносились и в Покровский храм для поклонения, и в другие места Тверской епархии. Соответственно, конечно, в соборе уже с тех пор начинают совершаться все таинства, собор зажил полноценной жизнью, несмотря на то, что многие процессы еще отвлекали нас от прямого предназначения, очень много было строительных задач, но сейчас уже, когда великое освящение собора произошло, конечно, будет возобновляться приходская общинная жизнь, у нас очень много планов и задач на будущее для того, чтобы не только призывать людей к участию в богослужениях, в таинствах церкви, но и раскрывать какие-то доселе, им, может быть, неизвестные моменты и, может быть, даже исправлять неправильные представления о церкви, которые, к сожалению, сложились у многих людей под воздействием этого периода богоборчества, были утрачены многие духовные и церковные традиции, и вот нам над всем этим предстоит, конечно, плотно работать. Мы приглашаем всех жителей Верхней Волжи, пользуясь случаем, к участию в общинной жизни нашего собора, потому что спасение достигается не индивидуально, как многие любят считать, но оно совершается в единстве со своими ближними, поэтому, конечно, общинная жизнь, которая проявляется в совершенно различных формах, она очень важна для главной задачи, ради которой создан этот собор, для спасения человеческих душ. Поэтому помимо церковных мероприятий, мы будем еще разрабатывать план вне богослужебной деятельности, мы будем приглашать интересных спикеров, будем приглашать... То есть, урода лекторий, да? Лекторий, мы будем приглашать интересные коллективы для выступления, чтобы не только духовный уровень, но и культурный уровень горожан повышать именно в том месте, которое и являлось и историческим, и культурным, и духовным центром Тверской земли. А что вот, если вот конкретнее здесь планируется, может быть, какая-то церковная школа или еще что-то такое? Здание же это позволяет открыть какие-то дополнительные помещения? Да, безусловно, конечно. В каждом храме Русской Православной Церкви, в частности, функционируют и воскресные школы для детей, для взрослых, различные кружки, которые занимают и детишек, и молодежь, и подрастающие поколения теми мероприятиями, в суть которых вложено воспитание правильных духовно-расных ценностей для человека. Это сейчас очень важно, потому что изобилие информации, изобилие соблазнов для молодых людей огромно, и для нас важной задачей является создать среду, в которой молодые люди могли бы видеть подлинные ценности человеческой жизни и не растрачивать самые лучшие годы своей жизни на ненужные вещи и на то, что может повредить для их дальнейшей жизни, а наипаче для спасения их души. Поэтому, конечно, мы будем собирать молодежь, выходить в какие-то походы, организовывать различные клубы. В общем, у нас еще очень много предстоит работы на этом поприще, поэтому всех приглашаем принимать участие и в качестве участников, и в качестве организаторов этих мероприятий. То есть жизнь закипит, и не только... Бог даст. Еще вопрос для всех желающих. Многие уже наверняка интересуются, а можно ли, допустим, у вас обвенчаться? Какие вот таинства на данный момент совершаете, и как вот, да, может, допустим, записаться там? Да, очень символично было это зимой, когда уже открылся собор для посещений. И пришел, дедушка привел внука креститься. Это было его осознанным решением креститься именно в этом соборе. И этот внук, еще будучи маленьким мальчиком, участвовал в покупке кирпичика для строительства этого собора. И вот, дождавшись открытия собора, он покрестился. Это было первое крещение в открывшемся Спасо-Преображенском соборе. И, конечно, практически еженедельно совершаются и таинства крещения, и священники выезжают на требы по запросу прихожан в какие-то там дома, на кладбище. И, конечно же, совершаются таинства венчания. Таинств венчания тоже уже было несколько в нашем соборе. И я думаю, что для многих горожан будет символично венчаться именно в этом соборе, в котором венчался святой благоверный великий князь Михаил со своей супругой, благоверной княгиней Анной Кашинской, в котором венчались их сыновья. Это, я думаю, что и духовное преемство с теми людьми, великими людьми, которые жили на этой земле, которые служили этой земле. Ну и, конечно, очень большая историческая память повенчаться в этом соборе. Конечно, приглашаем всех. Можно записываться и на сайте Тверской епархии, и в социальных сетях, в телеграм-каналах нашего Преображенского собора. И, конечно же, можно прийти в собор, подойти к сотрудницам и записаться на необходимые требы или на необходимые консультации священников. У нас дежурят священники в храме. Каждый желающий может прийти и задать свой вопрос священнику и получить на него квалифицированный ответ. Пользуясь случаем, скажу о том, что привычка многих людей задавать вопросы во время исповеди, во время таинства исповеди, во время Божественной Литургии особенно, она нами не приветствуется, и Церковью не приветствуется. И поэтому мы, конечно, приглашаем людей к вдумчивому отношению нахождения себя в пространстве Церкви. И если есть какие-то накопившиеся духовные вопросы, приходить лучше вовне в богослужебное время и подробно их разбирать и получать квалифицированную помощь. Потому что во время богослужения священники заняты, происходит богослужение, и это не совсем уместно ни для клириков, ни для самих прихожан нагружать особенно Божественную Литургию какими-то дополнительными занятиями. Если говорить о прихожанах, то вот что вы можете сказать? Вы же все равно наверняка наблюдаете, да? Вот много ли в День народа приходит? Мы, вот я скажу со своей стороны, да, что буквально по зиме, когда вот еще собор начал функционировать, наша съемочная группа также работала в храме, и были посетители, прихожане, и многие даже иногородние, на что они были очень сильно удивлены, когда они от нас же узнали, что это не тот самый собор, да, который был, а это, ну, воссозданный, да, новый, они очень удивлялись, и удивлялись тому, что насколько точный, и как вот все-таки, ну, сделано красиво, и что он привлекает. Вот что вот можете сказать, вот даже, может быть, с какой-то практической точки зрения, да, вот туристов привлекает, туристов, самих жителей Твери? Конечно, этот собор расположен в сердце Твери, там находится по соседству Тверской путевой дворец, в котором собраны коллекции и картин, и еще различных музейных экспонатов, которые регулярно посещают и туристы, и паломники, и, конечно же, заходят и в собор. Мы благодарим, конечно, и вас за возможность освещать деятельность собора, потому что мы столкнулись с такой проблемой, что уже после открытия собора многие даже люди, живущие в городе, в какой-то момент, приходя в собор, говорят, мы не знали, что он открыт. Удивительно, сейчас так много источников информации об этом, но, тем не менее, люди еще потихоньку об этом узнают. И, наверное, важным, значимым этапом этого было великое освещение, которое освещалось на многих телеканалах, и сейчас люди уже начали привыкать к тому, что собор действует, собор воссоздан и живет своей полноценной жизнью. Поэтому, конечно, замечаем мы, что приходят новые люди. Мы по долгу службы объездили многие приходы Тверской епархии и думали, что любой человек задается вопросом, когда новый храм открывается, кто будет туда ходить и какие люди, но опыт уже открытия многих храмов Русской Православной Церкви говорит о том, что если есть храм, то будут и люди, потому что духовная потребность в этом существует. И мы на примере нашего собора тоже видим многих новых людей, которые приходят сначала, может быть, ради интереса, а потом остаются уже на дальнейшую приходскую жизнь. То есть уже есть какой-то костяк, да, прихожан постоянно? Да, конечно, мы, повторюсь, мы много усилий приложили к каким-то строительным моментам, мы еще не очень плотно занимались приходской общественной жизнью, общинной, но я думаю, что вот с нового сезона, с сентября месяца, мы будем лучше узнавать друг друга с прихожанами нашего собора и, надеюсь, количество их будет расти. То есть для сюжета у нас были съемки в соборе, и одна из прихожан рассказала нам, что она вот впервые пришла, потому что в этот собор, прихожанами этого собора была ее бабушка и были ее прабабушка, то есть и вот она тоже, эта женщина пришла, чтобы вот посмотреть и поделила своими впечатлениями, сказав, что ей там понравилось и, возможно, в дальнейшем будет приходить. То есть получается, что многие прихожане, да, вспоминая рассказы, может быть, своих бабушек, дедушек, тоже решают посетить это место. Конечно, особенно для старшего поколения это особо значимое место. Может быть, есть кто-то, ну уже, наверное, вряд ли есть кто-то в живых с тех пор, но будучи в детском возрасте и слыша о том, какое значение имел собор до революции, люди, пережив вот этот период богоборчества и утраты святыни великой, они, конечно, жаждут вновь увидеть и прикоснуться к такой исторически значимой святыне. Мы еще знаем, что в древние времена был Кремль, да, деревянный Кремль в этом месте. То есть об истории Тверского княжества, стоя на этом месте, можно рассказывать часами, потому что оно насыщено событиями и праздничными, и трагическими событиями, как Никита уже рассказывал частично. Поэтому многих, многих, конечно, привлекает этот объект, этот собор, но мы, конечно, призываем всех людей к тому, что внешний облик — это средство, это не самое главное, хотя и важное, о чем мы сейчас стараемся, о благолепии соборного храма, но важнее всего это участие в таинствах, которые преподаются в любом храме православном, и стремление вести духовную жизнь для того, чтобы улучшить не только состояние своей души, но знаем из Писания, через это исправляется и жизнь общества. Поэтому сейчас мы переживаем непростые времена в обществе, и самым верным способом будет углубление веры, усиление молитвы за наше Отечество, за наш народ, за то, чтобы Господь дал мудрость тем, кому она необходима, для того, чтобы выходить из этих сложных, трагически сложившихся обстоятельств. — Все-таки, знаете, возрождение собора, кто-то воспринял неоднозначно. У многих такая позиция, что вот это новодел, само место вроде бы как в счет не берется, хотя, как уже сказали и вы, и сказал Никита, что оно помнит очень много событий, и все-таки как-то вот сомневается. Вот что бы вы могли бы сказать, да, вот сомневающимся вот этим вот жителям Твери, которые, ну, как-то вот, вроде бы и есть интерес, а вот не пойду, вроде как новодел это. — Ну, в том, что это новодел, даже если бы это был новодел, нет ничего страшного, много-много храмов строится по всей нашей Матушке Земле. — И тот собор тоже когда-то новодел он был. — Да, и тот собор когда-то новодел он был. Поэтому в этом-то и специфика, и особенность нашего собора, что он не совсем новодел, а воссоздан, и повторяет те очертания, и даже, не побоюсь этого слова, тот дух собора, который был взорван в советское время. Таким людям можно сказать, что собор существовал гораздо больше, чем он не существовал на этой земле. Он был построен еще до того, как там был построен каменный путевой дворец при Екатерине Великой. Это к вопросу о том, что он не совсем сочетается с архитектурным стилем Тверского путевого дворца. Тем не менее, такие люди всегда будут. Я думаю, что важность и значимость восстановления этой духовной святыни, она, конечно, покрывает недовольство многих. И те, кто испытывает какой-то дискомфорт от того, что собор воссоздан, мы приглашаем посетить это место и попытаться поглубже узнать историю этого собора, попытаться поглубже, может быть, в беседах со священником или с историками, попытаться поглубже понять вообще, в чем значимость для всего Тверского региона и вообще для нашей России подобных исторических событий. Все-таки место пропитано историей нашей Тверского края. Раньше же тоже места под возведение собора выбирали не сухто-барахты, правильно же? Разумеется. Это же территория Тверского... Какие требования были, чтобы построить собор? Это же территория Тверского Кремля. Тверского Кремля, соответственно, это был храм княжеский, предназначался в первую очередь для княжеской четы, для людей, которые жили в этом месте, для близлежащих посадов. Храм всегда возводился для паства определенной, соответственно. На сегодняшний день, конечно, немножко изменились здесь требования. И уже неоднократно было сказано, что и туристов привлекает во многом этих собор, и людей, которые необязательно в центральной части города живут, никаких уже нет препятствий для того, чтобы туда прийти. А многие, знаете, задаются вопросом, а для чего, собственно, так много храмов в Твери? Город небольшой, а храмы... Действительно, мы видим, что на одной улице, советскую даже взять, как минимум два храма. Ну, это вот, что вот именно вот с таких крупных? С чем вот связана вот такая вот? Знаете, тут можно просто шире посмотреть. Каждый человек, который задается такими вопросами, он, я бы... Мне кажется, это каждый задавался этим вопросом. Да, но можно посмотреть на общество в целом, а не только на конкретные здания, и тогда можно понять, что это не просто сооружение этих храмов ради того, чтобы они стояли. Это определенный перелом, поворот, можно даже сказать, кто-то бы сказал, может быть, цивилизационный поворот, поскольку после падения советской власти в 90-е годы крушение произошло старых идеалов, ну, или новых, смотря с чем сравнивать, и мы вступили в то, что, как культурологи говорят, эпоха постмодерна или уже метамодерна, когда все истины относительны, все смыслы жизни и так далее. И человек просто пытается найти себя. И строительство, воссоздание ряда храмов, в том числе Спаса Преображенского собора, на мой взгляд, символизирует этот возврат к той традиции, которая была. Она служит очень важной цели, как раз-таки исторически, назидающей и прогностической. Времена действительно не самые простые, и живем мы всегда в эпоху перемен определенную. И чтобы с большей уверенностью, с надеждой смотреть в будущее, людям, обществу в целом необходимы такие нравственные, традиционные ориентиры, которые будут задавать некие темпы, от которых они будут отталкиваться. Поэтому в возведении, воссоздании этих соборов, в том, что они открываются, приглашают людей, нет ничего страшного, на мой взгляд. Давайте вспомним, сколько было храмов в таких маленьких городах, казалось бы, как Кашин, как Торжок, до революции, тогда, когда люди ценили духовность и старались Богу отдать лучшее. И, казалось бы, в то время мало кто задавал такие вопросы, зачем в Кашине на такое количество населения столько соборов. Но это было проявление веры людей, проявление их духовности. И сейчас мы, конечно, со скрипом, но, надеюсь, возрождаем это ощущение необходимости иметь те духовные маяки, которые сказал Никита, по всему лицу нашей земли, для того, чтобы люди могли найти там опору в тех обстоятельствах, которые постигают и лично человека, и общество в целом. К сожалению, сейчас, как я уже говорил, переизбыток информации обрушивается на человека. И мало кто, особенно из молодых людей, способен, вырываясь из этого потока информации, найти подлинное то, что может привести к изменению человека и общества. Поэтому такие грандиозные сооружения и нужны для тех людей, которые заблудились, которые еще не нашли опору в жизни, чтобы они понимали, что есть церковь, есть спаз золотоверхий, есть колокола, которые призывают верующих на молитву. И где-то в глубине души задевается, может быть, память предков, которая отчасти утратилась за эти годы. И люди мало-помалу начнут просыпаться к духовности. Мы видим, что за последние пару лет это место, площадь Путевого дворца кардинально преобразилась. Появился собор, появился даже фонтан. Многие, конечно, опять же спорный вопрос, ругаются, зачем он как бы здесь. Но ведь это же место протяжения горожан, даже если ты пришел посидеть, посмотреть, полюбоваться даже этим храмом. Он же прекрасно выглядит, прекрасные купола, он привлекает внимание. И возможно, что кто-то даже, кто далек от церкви, все равно дозайдет и найдет для себя что-то. Разумеется. Даже самые иногда уверенные скептики останавливаются сфотографировать, полюбоваться новым собором. Хотя, как я повторюсь, многие говорят, что это новоделы и тому подобное. Но все-таки, наверное, можно считать, что духовный центр Верхневужья возродился? Конечно, полноценно сердце собора бьется после великого освящения. Наш митрополит часто приводит сравнение с крещением ребенка, освящение собора. Это действительно так, когда мы ребенка приносим к купеле крещения, его сначала помазывают святым елеем, святым миром, затем погружают и омывают в водах крещения. Так и престол любого храма при великом освящении тоже омывается, помазывается святым миром и затем облачается в белую срачицу, в белой одежде, как и новокрещенного человека. Поэтому можно сказать с уверенностью, что благодать Божия почивает на этом соборе. И люди, которые ищут духовного утешения и духовной поддержки, могут всегда прийти в этот собор и ее получить. И не только духовную, но, как уже было неоднократно сказано, погрузиться в историю того родного места, на котором они живут. Потому что это тоже считается сейчас проблемой, люди не знают своих корней, людям неинтересно то место, на котором они живут, а без корней не будет будущего. Без корней не растет ни одно дерево и тем более оно не дает никаких плодов. Поэтому нам обязательно нужно погружаться в историю своей родины, своего места, своего города. Потому что там кроются не только сухие исторические факты, но и какие-то духовные законы, руководствуясь которыми, можно избежать многих ошибок в жизни. Это была программа «Тема дня». Наверное, все уже резюмировано, все сказано. Я лишь напомню, что гостями в студии сегодня были аспирант кафедры Отечественной истории ТВГУ Никита Козлов и ключарь Спаса Преображенского собора, отец Сергей Будков. Спасибо большое. Меня зовут Валерия Фомина. Я с вами не прощаюсь, не переключайтесь.